Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа Практическая психология в студии. Практикующий семейный психолог Надежда Бошмилева. Сегодня вместе со Светланой Смирновой мы говорим чем же опасно раннее развитие для личности ребенка. Я приветствую Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у меня не просто практикующий психолог, сегодня у меня кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики Кировского медицинского университета. И поэтому мы прямо в силу внимания. У вас не только практика есть, но у вас есть и теоретическая база знаний, на которую мы тоже сегодня будем опираться. Но прежде давайте определимся, что же мы подразумеваем под ранним развитием. Ну вот не секрет, что сегодня многие родители увлечены тем, что дети должны уже в очень раннем возрасте, в 2-3 года порой, уметь не только знать весь алфавит, но даже уже читать, считать и даже уже писать. Сталкиваемся действительно с такими родителями. Да. То есть к 2-3 годам уже многие родители считают, что поздно, если после 3 лет они будут заниматься своими детьми. И вот такое опережающее интеллектуальное развитие и начало же подготовки к школе с раннего возраста, оно очень опасно для развития психики и в целом для развития личности человека, ребёнка. Вообще, почему сама тема раннего развития всплывает сегодня, это, конечно, отголоски некоторых теорий ещё в конце, так скажем, 20 века, начала 21 века, когда ряд учёных заявляли о том, что после 3 уже поздно, да, и были даже такие вот книги на такую тему. И, собственно говоря, как некий такой коммерческий проект многие ухватились за эту идею. Сегодня, если ребёнок не ходит развивашку до 3 лет, то на такую семью просто показывают пальцем, считая, что ну, они ребёнком совершенно не занимаются, да, то есть они не учат считать, писать, буквам, цифрам, не учат английскому языку или китайскому языку, да, что сегодня тоже становится очень годно. Вот, поэтому, в общем-то, вот такое раннее развитие, как сегодня установили нейропсихологи, нейрофизиологи, это очень опасная штука. И мы встречаем сегодня детей в результате как раз вот воздействия вот этих ранних развивашек с очень серьёзными невротическими отклонениями, да, когда у детей появляется нурез, подёргивание глаз, руки, кики, да, когда ребёнок капризничает, неадекватно себя ведёт, вот, и родители не знают, что с этим делать. Вот такая ситуация сегодня. Это является, в принципе, нормой дня. Это очень частое явление. Да, действительно, но когда мы начинаем разговаривать с родителями, они говорят, что мы ведь не так просто это придумали, да, проводить этот эксперимент с ребёнком. Дело в том, что в школах, когда уже ребёнка приводим к школе, да, в школах социум предъявляет родителям совсем другие требования. Говорит, так, ребёнок должен в школу идти читающий. Вот люди и начинают к трём годам, чтобы ребёнок читал. Да, вот, к сожалению, у нас есть такие некие передёргивания. Ну, давайте начнём с самого начала. Стоит ли заниматься таким ранним развитием в возрасте до трёх лет? Это не только не стоит, это очень опасно, как я уже сказала ранее. И вот как раз нейропсихологи, нейрофизиологи говорят о том, что у мозга есть энергия определённая, которую мозг тратит на развитие тех функций, которые должны сейчас развиваться. Именно по возрасту, да? Да, да. И вот в возрасте до трёх лет у ребёнка развивается сенсомоторика, в первую очередь, и эмоциональная сфера. Давайте мы с вами поподробнее, да, потому что вот как коллега-коллеги мы понимаем, что такое сенсомоторика, а вот люди, которые, например, близки... Ну, грубо говоря, ребёнок должен бегать, прыгать, лазить, кричать, вещать, кувыркаться, вот это и есть... Да, уметь руками цепляться за что-то, ногами отталкиваться. Да, быть ловким. Это и является нормой. А многие родители хотят в этом возрасте, чтобы он был уже усидчивый, чтобы он был внимательный, а произвольные функции, они ещё не сформированы. Они будут сформированы только к 7 годам. И то не у всех. Да, и то, в общем-то, ну, в целом... В норме. Да, в норме. Если это была бы норма. Да, в норме. То есть регуляторные функции мозга формируются к 7 годам. И ребёнок, конечно, он будет всякими силами сопротивляться тому, что вот его пытаются усадить за какие-то занятия, за какие-то уроки. И понятно, что вплоть до истерик и каких-то нервных... Поведенческих каких-то моментов. Да, поведенческих отклонений. Вот. Теперь эмоциональная сфера. То есть известно, что ребёнок в возрасте до 3 лет, он более импульсивный, да, он ещё не умеет управлять своими эмоциями, он ещё не знает себя со стороны эмоциональной. Если ему плохо, он плачет, пищит, он кричит, он ещё не может себя контролировать. И вот как раз в этом возрасте мы должны развивать вот эту эмоциональную сферу, читать сказки, показывать, где плохо герою, где хорошо, где весело, где грустно. Учить ребёнка чувствовать, что он сейчас, какая у него потребность, чтобы его прижали, обняли. То есть он должен понимать, чего он хочет на самом деле. И правильно их выражать, да, свои эмоции. То есть, например, не просто слезами, да, а можно подойти и сказать, мама, я хочу тебя обнять, я хочу, чтобы ты меня сейчас прижала к себе, поцеловала. Да, совершенно верно. Но, конечно, нужно понимать, что в раннем возрасте основная потребность ребёнка это потребность безопасности, потребность принятия любви. И, к сожалению, вот этими самыми занятиями мы эту потребность не удовлетворяем. Наоборот, ребёнок себя чувствует в полной небезопасности. У него возникает, развивается тревожность. И в итоге ребёнок без чувства, без опасности, он становится невротиком. А невротики люди, которые, в принципе, в целом будут уже неадекватно воспринимать всё окружающее, что с ними происходит. Они не будут понимать себя, они будут чувствовать себя, они будут знать, что им в жизни надо. И вот какие перегибы мы сегодня видим, что детей натаскиваем до школьного возраста на обучение, мы их готовим к школе, в школу они идут уже без полного желания там учиться, потому что они уже научились в дошкольном возрасте. Они уже устали, им было трудно, им было сложно. И у них стойкая установка, негативная установка на обучение в школе, потому что вместо того, чтобы с ребёнком играть, мы его учили. И ребёнок, не наигравшийся такой ребёнок, он уже потом в подростковом возрасте может нам выдавать определённые поведенческие перлы, где, в общем-то, он проявит себя как именно ребёнок, а не как уже взрослый, когда он захочет играть, но уже игры эти будут не совсем адекватные, не совсем понравится семье, в которой он живёт. Вот смотрите, получается, что если мы видим, мы заменили игровую деятельность ребёнка на учебную, хотя она была ему не по возрасту, даже с точки зрения психофизиологии. В итоге мы, я тут тоже, например, часто очень наблюдаю, ребёнок пошёл в первый класс, во второй, в третий, и там у него до сих пор не появилась вот этой самой учебной деятельности, а всё ещё продолжается игровая деятельность. Да, да. Педагоги делают замечания, педагоги делают, говорят об этом с родителями. Родители на это отвечают, ну вы знаете, ведь всё было нормально, он у меня с трёхлетнего возраста всё время учился. Что же такое случилось сейчас с ребёнком, если вот в три-то года, с трёх-то до семи, он всё учился, а сейчас он не хочет этого делать? Как вот можно вот эту профилактику провести? То есть, да, в каком возрасте мы должны начинать на самом деле ребёнка потихоньку готовить к школе? Ну вот, понимаете, многие понимают, что такое обучение, когда видят, что ребёнок сидит за столом и начинает писать, считать цифры, буквы, что это обучение. Но ведь нужно понимать, что обучение можно проводить совершенно по-разному. и поскольку все знают, что в дошкольном возрасте ведущий вид деятельности – это игра, то, конечно, с ребёнком можно начинать обучением заниматься, но только через игровую деятельность. И вот когда у нас, между прочим, вот совсем недавно в конвенции даже о правах детей закрепили право детей на игру, то есть уже даже в конвенции мы кричим о том, что дайте ребёнку поиграть, дайте ребёнку наиграться, это ведь не случайно. И вот в детских садиках, например, программы тоже стали пересматривать. Теперь уже их не усаживают, да? Да, да. То есть там стали, в общем-то, приветствовать игровую деятельность. Но опять же, есть тоже некоторые перегибы. То есть что значит игровая деятельность? Она может быть разной игровой деятельностью. И игровая деятельность в дошкольном возрасте, она тоже развивается. Если в начале ребёнок, до года у него предметная деятельность, когда он манипулирует разными предметами, в год он начинает собирать пирамидку. Затем уже ролевая деятельность, когда ребёнок начинает изображать себя кошечкой, собачкой, мяукает, гавкает, да? Озвучивает роли. Озвучивает роли, да? Играет, берёт разные игрушечки, озвучивает их роли, да? То есть вот это ролевая игра. А затем у нас появляется на свет сюжетная игра, когда ребёнок создаёт целый сюжет. Так вот сегодня необходимо учить детей играть, потому что они играть совершенно не умеют. Дети, которые выросли у телефонов, у компьютеров, у телевизоров, играть не умеют. А игра – это и есть предпосылка развития интеллекта. Вот были даже замечены зоологами, что волки, которые не играли, они были выращены в искусственных условиях, у них не было создано никакого рельефа, никаких условий. В целом такие волки, они так и не научились охотиться. То есть как волки даже, они не состоялись, да? То есть... Как хищники, да? Да, вот этих поведенческих особенностей волков у них не сформировалось. Так и у детей. Дети, которые не умели играть, да? То есть предпосылки-то интеллекта, главные предпосылки интеллекта, они формируются в игре. В игре ребёнок учится правилам, да? То есть вот, пожалуйста, здесь мы учим себя самоорганизовывать. В игре ребёнок, когда он бегает, бегает на улице, он осыщается энергией, да? То есть вот, пожалуйста, это здоровье ребёнка. В игре ребёнок изучает окружающий мир, изучает его с разных физических сторон, да? То есть вот вам развитие сенсомоторики, да, развитие внимания, развитие памяти, развитие мышления в целом. То есть вот именно через игровую деятельность мы можем развивать детей, а не через конкретную учебную деятельность. Это то, что необходимо мозгу. И как раз вот Лев Семёныч Выгодский, когда говорил о том, что в развитии психики человека необходимо учитывать, вот как раз он говорил словами, сплав аффекта и интеллекта. То есть мы берём слово интеллект и забываем о слове аффект, да? Об эмоциональной сфере человека. Что эмоциональная сфера ребёнка, она нисколько здесь, не меньше, а даже больше необходимо ей заниматься для того, что впоследствии ребёнок был не холодным существом, который бы прекрасно владел какими-то формулами, да, но при этом ему было бы всё равно, что с мамой, что с папой, болит ли там у мамы голова и почему она сейчас лежит и нужна ли ей помощь, да? То есть вот таких мы формируем личностей, когда пытаемся их учить и совершенно не думаем о том, что эмоциональную сферу нужно тоже развивать. Посмотрите, получается, что если мы делаем акцент в дошкольном периоде на сансомоторику и на эмоциональное развитие, то у нас априори уже развивается интеллект. Да, да, потому что фундамент, фундамент развития интеллекта как раз вот об этом ещё говорил Мария Монте-Сори, да, что вот треугольник Монте-Сори, что в основе развития психики и интеллекта человека лежит сансомоторная сфера, да. То есть, собственно говоря, об этом говорили многие учёные. Но вот, опять же, если вспомнили Восьмин Чевогодского, известного русского отечественного психолога и дефектолога, то, собственно говоря, его слова в какой-то степени были немного искажены и, опять же, положены в основу теории, развивающих теорий, которых пытались действовать на опережающее развитие интеллекта и мышления ребёнка. Так вот, в чём заключались здесь слова Выгодского, за что вот и брались многие учёные? Слова его гласили, как мы часто видим в некоторых литературных светочниках, что обучение должно идти впереди развития. Это неправильная трактовка этих слов. То есть он говорил о том, что хорошее обучение может привести к адекватному развитию, но обучение должно быть направлено на то, что можно обучать в этом возрасте. То есть обучение должно быть по возрасту, по силам психофизиологических особенностей ребёнка. Совершенно верно. То есть необходимо обязательно учитывать психофизиологические особенности развития мозга. И если мы их не учитываем, мы впоследствии будем пожинать очень горькие плоды. Вот давайте мы сейчас поговорим, какие же детки у нас являются в зоне риска, которым действительно противопоказано, не рекомендовано, давайте вот так будем говорить, раннее развитие. Потому что всё равно каждый из родителей будет сам выбирать. Это его ребёнок, да? Будет он его водить во всевозможные развивающиеся? С какого возраста он будет его водить? Это решение, ответственность родителей. Но вот мы с вами, как специалисты, можем сейчас озвучить, да, кто же находится в зоне риска. Да, то есть особенно вот это раннее развитие, оно противопоказано детям, которые являются гиперактивны. Да, сегодня это очень частое явление, дети с синдромом дефицита внимания, гиперактивности. Далее, дети, которые очень быстро утомляются, стыничные дети. И леворукие дети, да, это тоже дети группы риска. Я сейчас не говорю о детях задержкой, психическом развитии, сумственной остатой. Там необходима методика, обязательно необходима методика помощи таким детям. Коррекционные программы, да? Коррекционные, да, коррекционные программы. Это должны быть сугубо подобранные специалисты. И сейчас говорю именно о тех детях группы риска, которые мы встречаем в школах, да, которые могут быть неадекватны в какой-то степени по своему поведению, могут приносить учителям головную боль. Но в то же время это дети обучаемые, и которые могут очень хорошо учиться при своевременной, опять же, помощи, психологической помощи таким детям. Вот ещё мы с вами всё равно видим, да, это в практике, что сейчас очень много деток, которые родились чуть раньше срока, да, и имеют какие-то отклонения от нормы, да? Да, да. И у родителей очень часто я слышу такую историю, что, ну вот мы сейчас запишем ребёнка, там, да, вот в школу развития, и, конечно же, он дотянется до этой самой нормы. В итоге мы, получается, самое слабое звенье, да, вот, ещё сильнее нагружаем, да, тем самым разрушая даже ту базу, которая могла бы быть... То есть, опять же, возвращаясь к тому, что у нашего мозга есть определённая энергия, она тратится на то, что должно развиваться в данный момент. И если мы берём ребёнка ослабленного, у которого ослаблены определённые звенья психики, то эти звенья... Это мы сейчас вот говорим про, например, этот же, да, например, про внимание, про концентрацию, да, про память и всё остальное, да? То есть вот эти когнитивные формы, да? Да. То есть вот у детей с такими особенностями, если мы их нагружаем непосильно для них, вот это непосильная для них нагрузка, то есть они нуждаются, да, они нуждаются в помощи, в поддержке, в коррекции, но специалистов таких, как, например, нейропсихологи, да, или клинические психологи, то есть вот чтобы с ними работали профессионалы, которые понимают, какое звено в этой цепочке слабое. То есть получается, что если мы просто такого ребёнка отдаём в развивашку, да, то мы не получим, а ещё получим ещё худший вариант, да, нежели мы рассчитываем. Да, 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 мы можем получить на выходе ещё большие проблемы. Ну вот я хочу привести пример. Это было уже давно, лет, наверное, даже 10 назад, когда я разговаривала с одним педагогом из развивашек, и вот она рассказывает о категории родителей, которые к ней приходили. В её программе были разные виды деятельности, в том числе игровая деятельность, где она предлагала родителям с детьми поиграть. Совместно. Да, да, и родители категорически сказали, что мы можем и дома играть, давайте-ка вот мы сейчас будем лучше цифры изучать, это детям, извините, полтора года, цифры изучать, буквы, а ещё хорошо бы английский. И что с такими детьми стало? Через год после таких развивашек они все пошли к неврологу, потому что у них возникли проблемы. То же самое мы видим после некоторых углублённых программ, которые, например, не по возрасту ребёнку. Сейчас очень многие клинические психологи наблюдают, например, вот эти же неврозы, неврозоподобные синдромы, после, например, ментальной арифметики. Ну, что касается ментальной арифметики, здесь, конечно, определённый пиар-ход, то есть, да, это один из способов подсчёта, очень быстрого подсчёта цифр, и всё. А если родители считают, что после ментальной арифметики дети станут гениями, нет. Это всего лишь способ подсчёта цифр, и даже на мышление это не влияет. То есть мы не развиваем мышление, мы просто развиваем какой-то навык, навык счёта. Причём это иногда для ребёнка бывает не совсем экологично. Да, но это, видимо, зависит ещё от того, кто занимается с детьми, кто. И даже сами японцы, они удивляются, как-то вот это же японская, китайская методика, она пришла оттуда, и они говорят, ну да, можно месяца так, ну, три позаниматься, ну, чтобы вот так этому столько... Придавать такого значения, да? Да, такое значение придавать. Они даже посмеиваются над нами, говорят, ну, надо же, мы даже не ожидали. Что-то может быть такой хорошей коммерческой... Да, идеей такой хорошей коммерческой идеей. Поэтому действительно многие родители, которые отдают сегодня ментальную арифметику, они ожидают очень многого. Не стоит этого делать. То есть на мышление, на развитие мышления, на манипатические способности ребёнка это не повлияет. Ну, и каждый раз, когда вы принимаете решение, что ваш ребёнок, как вам кажется, нуждается, например, в раннем развитии, то надо, наверное, взвесить все за и против, да, все плюсы и минусы. Давайте мы сейчас попробуем назвать вот те самые категории, на которые следует обратить внимание родителям. Вот пусть это будет возраст, например, трёхлетка. Да, вот вы знаете, в нашем городе есть, это не как реклама, это как вот хороший совет, в нашем городе есть люди, которые, например, проводят семейную мягкую школу. Это очень экологическое направление развития детей. В нём, в первую очередь, уделяется большое внимание как раз эмоциональной и сенсомоторной сфере. И можно заниматься от шести месяцев. И я всегда всем родителям говорю, вот посмотрите, в нашем городе есть люди, которые это ведут, люди, которые настолько молодцы, они сами этим болеют, они сами развивают детей через вот эту школу, да. То есть вот одна семья, это вообще многодетная, у них трое девочек, и они все сами прошли через эту семейную мягкую школу. И очень всегда интересно смотреть на них, потому что результаты этой работы очень интересные. Своего младшего ребёнка я тоже провела через эту семейную мягкую школу, мне очень нравятся результаты. Поэтому для детей раннего возраста необходимо что-то подвижное, что-то весёлое, что-то такое, где не нужно будет ребёнка насильно удерживать и заставлять его быть внимательным, если он этого не хочет. То есть это как раз вид свободного, творческого самовыражения ребёнка. Это то, что необходимо, спонтанная игра. И самое главное, что здесь ещё развиваются детско-родительские отношения. Потому что родитель должен быть тоже в этой системе встроен. Обязательно, обязательно. Он должен выстраивать коммуникации с своим ребёнком. Здесь, когда мы говорим, допустим, об этой же игре, мы часто думаем, что в садике только должны играть. Нет. В первую очередь родители должны играть со своим ребёнком. И должны играть не просто, опять же, в какие-то интеллектуальные игры. Давай сейчас мы цифры поучим, буквы, английские слова поучим. Нет. Это должна быть спонтанная, творческая игра. Это может быть ролевая игра, сюжетная игра, где каждый может веселиться, хохотать и выражать себя так, как он может выражать себя. Вот даже если мы сегодня вспоминаем о Львее Семеновиче Выгодском, то его дочери говорили, что всё, что Выгодский писал в своих научных трудах, он всё это воплощал в жизни. То есть мы, несмотря на то, что папа всё время был за работой практически, он писал, но мы с ним играли, он намного рассказывал сказок. А Александр Мачлурия, это основатель нейропсихологии, он был настолько потрясающе театральным человеком, что в свободное время он для своих детей создавал театр, где они все вместе выступали и приглашали зрителей. Вот, пожалуйста, как раз развитие детско-родительских взаимоотношений, да, и в то же время вся эмоциональная сфера, да, тут тоже включается. Хорошо, ребёнку 5 лет, и уже, мы, конечно же, продолжаем играть, но какие тоже критерии, которые мы понимаем, что вот это есть хорошо? Да, здесь нужно отметить, что есть категория детей, которым действительно интересно даже в 4 года будет читать. Мы не должны запрещать это, пожалуйста. Но это должно быть прямо потребность у самого ребёнка. Да, потребность у самого ребёнка. Здесь, опять же, вернёмся к работам Монте-Сори, она во всех работах, мы всегда находим, что у ребёнка есть спонтанное желание обучаться самому, спонтанное желание всё познавать вокруг себя. И как раз вот в её методике были созданы для детей такие условия, в которых ребёнок бы сам захотел учиться. То есть не то, что мы сегодня будем изучать первое, второе, третье, нет. А ребёнка спрашивают, вот смотри, мы изучили, допустим, вот такого-то жука. А тебе интересно узнать, вот какой цвет у жука, да, какие крылышки у жука, да, ну я такой вот утрированный пример привожу. Да, или как вообще слово жук пишется, да. Да, да, да. То есть и здесь мы исходим от мотивации самого ребёнка, потому что, когда мы подойдём уже к процессу обучения, можно хорошо читать, можно хорошо считать, можно знать цифры до тысячи, но, и больше, но ребёнку не захочется учиться. И если у неё не будет вот этого желания, да, мы можем его заставлять, можем ругать, мы можем... Но надолго этого не хватит, и вас не хватит, да, как родителей. И самое главное, что потом, на выходе, что мы потом получим, когда такой ребёнок, в конце концов, он заканчивает школу, и он не знает, чего он хочет в жизни, он не знает, кем он хочет быть, какую он профессию захочет выбрать. Я сегодня вот в ВУЗе спрашиваю детей, вот когда вы выбирали профессию, на что вы опирались? Большинство опирались на выбор своих родителей. Родители сказали, иди поступай, я пришёл и поступил. А им не хочется поручиться, и они... Им жалко уже потраченного времени, но они понимают, что это не их. И очень часто, что мы видим, закончив один ВУЗ, ребёнок ни за что уже, ну, будучи взрослым, не пойдёт по этой профессии, работает, понимает, что это не его, и идёт, получает уже другую профессию, ту, которую он сам себе может позволить выбрать, да, поскольку он уже повзрослел за это время обучения, если он сможет его закончить. А очень часто мы видим такое, что ребёнок, ну, с первого-второго курса он уходит, поскольку... Так и не может найти себя. Да, да, не может найти себя, он понимает, что это не его, совершенно не его. А всё, что необходимо, это было сделать с детства, научить ребёнка слышать свои собственные желания, свои собственные эмоции, понимать их, да, и развивать именно по возрасту то, что сейчас необходимо, да, именно эти функции и развивать. И когда мы говорим о готовности к школе, это не то, что ребёнок должен держать руку правильно. Это совсем не про это, потому что руку правильно, научить ребёнка вначале шнурки завязывать и пуговицы застёгивать, да, вот тогда мы посмотрим, какая мелкая моторика у ребёнка, а учить его писать одну букву много-много раз, это не подготовка к письмам, это совсем другое. Мы говорим, в первую очередь, о готовности ребёнка не просто интеллектуально, а в первую очередь личностной готовности, да, а что значит личностная готовность, когда у ребёнка мотивация, он хочет идти в школу. Вспоминая себя, например, мне всегда нравилось учиться в школе, и вспоминая себя, конечно, никакие развивашки не ходила, даже в садик-то плохо ходила, дома родители, несмотря на то, что были педагогики, совершенно практически мной не занимались, сама как-то научилась читать, сама, ну, были много интересных книжек, аудиозаписи, пластинки мы слушали очень много, папа иногда нам очень много читал, когда мы больные, там, с горчичниками лежали, но мотивация всегда была высокая, потому что до школьного возраста не было перегрузки, не было, и когда мы пошли в школу, мы были счастливы от того, что у нас новый ранец, что мы в другой же позиции, мы как взрослые, мы свысока смотрели на тех, кто ходит в садик, что у нас сейчас не будет дневного сна, что мы, что у нас вот такие красивые бантики, такие туфельки, такой вот у нас фарточек, да, раньше же форма у нас была, и мы этим очень-очень горделись. Сейчас, конечно, картина изменилась, то есть сейчас у детей выбор очень большой, поэтому их это ничему не удивишь, но самое главное, что они уже знают, что такое учиться в школе, они уже от этого всего устали, поэтому в первый класс большинство детей всё-таки идёт без большого желания, и, к сожалению, сегодня, разговаривая с родителями первоклассников, я узнаю о том, что они в первом классе уже нанимают репетиторов, потому что уже в первом классе, не понимаю я, почему так, но настолько нагружают детей, дают такие домашние задания, что по 4 часа родители сидят вместе с детьми и делают. Ну, а мы с вами понимаем, что это не физиологично, это не по норме, и поэтому, если происходит такое в вашей школе, вы можете смело идти и разговаривать, да, с директорами, с учителями, и потому что здоровье ваших детей это прежде всего. Да, да, это в наших руках, то есть важно понимать, какого ребёнка мы ждём, а когда он закончит школу, это ребёнок здоровый или это ребёнок с пятёрками в аттестате. Да, но это не есть здоровый, да, да, не всегда это такое бывает. Поэтому нужно выбирать, какой ребёнок нам нужен, здоровый, который знает, чего он хочет в жизни, да, с высокой мотивацией, или ребёнок, у которого много-много пятёрок, но он уже ничего не хочет. И один большой невроз, невроз не только самого ребёнка, но и всей семейной системы, да, в которой он учился все эти... Да. Ну что, давайте мы сейчас с вами в завершение нашей программы такую формулу, да, сложим, что же важно для здорового ребёнка, дошкольника, с чем он должен подойти к семилетнему возрасту, ну и как вообще себя должны чувствовать родители, не должно ли у них быть чувство вины по поводу того, что если наш ребёнок не решился к семи годам научить, выучить буквы, цифры, то как нам с этим совсем дальше жить? Ведь все остальные на это знают? Да, да, в первую очередь нужно понимать, что всё то, что мы хотим от ребёнка, это в первую очередь нужно нам самим, да? Поэтому нужно разделять наши потребности в потребности личности ребёнка. Нужно понимать, что ребёнок пришёл, конечно, благодаря нам в какой-то степени, но это самостоятельный человек, и мы имеем право и должны нести за него ответственность, безусловно. Безусловно, мы должны заниматься его развитием, но это должно быть экологично, да, это должно быть в соответствии с его законами развития психики, психофизиологии, вот, но с другой стороны мы должны понимать, что в любом случае он когда-то от нас уйдёт, и мы должны сделать всё для того, чтобы он нас больше не нуждался, чтобы он стал самостоятельным человеком. Но при этом он любил и ценил окружающий мир, себя и свою семью, конечно. Да, вот эти качества, они очень важны, и они как раз развиваются через, опять-таки, через взаимоотношения дети-родители, да, и научить ребёнка взаимодействовать экологично, опять-таки, с миром окружающим, это тоже наша с вами задача. Да, и не перекладывать ответственность на других, да, что кто-то должен подготовить, не я, а кто-то. Нужно понимать, что если, например, ребёнок не любит читать, а вы спросите себя, а вы сами любите читать? А вы сами читаете? Ведь дети растут и развиваются по подражанию. Если он видит, что родители убираются, родители наводят порядок, он тоже будет с радостью это делать, когда он ещё маленький. Если мы ему позволяем это делать, мы научаем его ответственности, мы научаем его саморегуляции, самоконтролю через вот такие виды деятельности. А что мы можем видеть, что сегодня даже взрослые девочки не умеют прибирать свою комнату, они никогда в жизни держали иголку в своих руках, они не смогут пришить пуговицу, но зато они могут считать логарифмы, которые вряд ли сделают их счастливыми в их будущей жизни. Поэтому мы сейчас в завершении программы желаем всем вам прежде всего видеть в своих детях тех личностей, которые должны быть счастливыми и здоровыми. Ну, а всё остальное обязательно приложится. Это была программа «Практическая психология». Сегодня со Светланой Смирновой мы говорили, чем же опасно раннее развитие для личности ребёнка. Света, спасибо вам большое. Было очень интересно, увлекательно. И до новых встреч. До новых встреч. Практическая психология Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова